Здравствуйте, дорогие телезрители! В прямом эфире программа «Случай из практики» и я, Екатерина Борж. По традиции, начнем с вопроса от телезрителя. Здравствуйте! У меня астахондроз шейного отдела позвоночника. Как я понимаю, частые головные боли у меня как раз из-за него. Посоветовали походить на занятия ЛФК. И категорично сказали, надо было за осанкой следить. У меня совсем времени нет ходить по больницам. Можно ли выполнять какой-то комплекс дома так, чтобы не навредить себе? Вопрос от Елены. Как сохранить правильную осанку, чтобы ошибки не тянули за собой множество проблем со здоровьем, нам сегодня подскажет врач ЛФК Дарья Калпыова. Здравствуйте, Дарья Александровна. Проходите, пожалуйста. Присаживайтесь. Здравствуйте! Телефон прямого эфира 5167-67. Затем звоните, пишите нам на СИКЮ. Следите ли вы за своей осанкой? Что вы делаете для того, чтобы сохранить спину прямой? Занимались ли вы когда-нибудь лечебной физкультурой? Вот ответы на эти вопросы нас очень интересуют. Звоните к нам в прямой эфир или пишите нам в прямой эфир на СИКЮ. Номера вы периодически будете видеть на экранах. Мы очень ждем. Для начала хотелось бы нашим телезрителям объяснить, что такое осанка. Вроде как и все знают, но может... Ну, термин осанка, он имеет несколько понятий, толкование. Это внешний вид, это манера держать себя, это стан, это привычная пуза непроизвольно стоящего человека без мышечного напряжения. Понятие осанки... То, что должно делаться автоматически. То есть, если ее правильно себе выработать, она должна быть такой всегда. Все правильно, все правильно. А в понятие осанки входит это правильное расположение тела в пространстве. То есть, голова, плечевой пояс, конфигурация позвоночника, угол наклона таза и оси нижних конечностей. Если говорить о нарушениях, вот мы сегодня, цель нашей программы рассказать о том, что такое правильная осанка. Но если говорить о нарушениях, что будет нарушением? Что будет неправильным? Все, что ведет к напряжению? Нарушение осанки, во-первых, это не просто косметический дефект. Это первый сигнал, звонок к возникновению в будущем серьезных заболеваний, таких как сколитическая болезнь или сколиоз. Это юношеский кифоз или остеохондроз. Это остеохондроз у взрослых. Нарушение осанки может привести к заболеванию и развитию патологии со стороны внутренних органов. Сердечно-сосудистой системы, дыхательной, со стороны желудочно-кишечного тракта. В свою очередь, патология со стороны внутренних органов также может привести к нарушению осанки. Например... Все взаимосвязано. Все взаимосвязано, да. Например, у пациента с барихиальной астмой формируется круглая спина. Вот это один из видов нарушения астмы. То есть так легче, чтобы не так часто кашлять, не издыхаться, да? И автоматически люди сжимаются? Люди приобретают специфическую позу, при которой хорошо им дышать. Есть у нас уже вопросы. Я заранее обозначила тему нашего эфира. Сегодня на СИКИ уже поступили, но у вас есть еще возможность дозвониться в прямой эфир. 51-67-67. Пока прочитаю. Из Печоры, от Надежды вопрос. Мне 61 год после МРТ в июне 2012 года сказали, что у меня сколиоз. Небольшое искривление. Поможет ли лечебная физкультура, если не улучшить состояние позвоночника, то хотя бы, чтобы не увеличивалось искривление? Позвоночник у нас растет до 25 лет. И вот как раз в детском и подростковом возрасте очень важно обратить на это внимание и формировать правильную осанку. Если уже есть такой диагноз, как сколиоз, то лечить сколиоз. А в среднем и пожилом возрасте необходимо поддерживать свое здоровье лечебной физкультурой. Она направлена на разгрузку позвоночника, на укрепление мышечного корсета, что также впоследствии при лечении уменьшает болевой эффект. Получается, наша телевидение спросила, стоит ли делать лечебную физкультуру. Однозначно стоит, и причем даже стоит, я насколько понимаю, всем, 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 всем. У кого есть проблемы, у кого нет. Лечебная физкультура – это широкое понятие. Она включает в себя лечебную гимнастику, режим дня и общий режим. То есть статические или динамические упражнения или активная деятельность самого организма. Так что лечебная гимнастика и лечебная физкультура стоит делать всем и постоянно, последовательно. Опять-таки, возвращая к вопросу. Ну, получается, сколиоз это не исправит, просто поможет не испытывать боли и не усугублять стадию, да? Сколиоз, да, это не исправит, просто поможет укрепить позвоночник, чтобы не было болевого эффекта. Укрепить мышечный отдел. Если говорить о нарушениях осанки, какие они бывают? Ну, в какую сторону, что ли, мы сгибаемся? Вот вы говорите, при бронхиальной астме закругляют спину. Это вот одно из нарушений, получается, осанки, да? Да, это одно из нарушений. Нарушения осанки делятся в зависимости, в какую сторону произошел изгиб позвоночника. Подразделяется на фронтальную, то есть изгибы позвоночника во фронтальной плоскости. Это влево и вправо. И в сагитальной плоскости. И типы нарушения осанки в сагитальной плоскости делятся на пять видов. Это круглая спина, сутулая спина, кругловогнутая, плоская спина и плосковогнутая. То есть в зависимости от того, в какую сторону и насколько выражен изгиб позвоночника. В нашем позвоночнике имеются четыре изгиба физиологические. Это в шейном и поясничном отделе изгиб кнутри, это называется лордоз. В грудном и поясничном лицом изгиб кнаружи называется кифоз. Вот в зависимости от выраженности его. То есть получается, когда мы сгибаемся, это кифоз? Это кифоз, да. Если мы сильно выгибаемся, ну или как-либо выгибаемся, это в дальнейшем степени лордоза. Например, круглая спина, левосатулая спина, разновидность ее. Это когда человек, когда мы видим то, что идет выраженность в грудном отделе позвоночника. Кифоз выражен, плечи опущены, сведены вперед, голова опущена. При этом может быть нормальным или увеличены в поясничном отделе изгиб позвоночника кнутри. Вот это сутулая спина или круглая. А плоская спина, это спина выглядит как доска. То есть все изгибы позвоночника, они сглажены. То есть в норме, но как раз таки все должно в нужных местах изгибаться. Все правильно. Но если говорить о возрасте, вот с какого возраста нужно следить за своей осанкой? Или, соответственно, когда маленькие дети, с какого возраста родители должны следить за этим? Очень важно обратить внимание на возраст младший школьный возраст. Это 6-8 лет. Плюс обращать внимание на пубертатный период. То есть у девочек это с 11 до 13 лет, у мальчиков это с 13 до 15 лет. В эти периоды идет бурное развитие организма. И на формирование правильной осанки оказывает влияние факторы внешней среды. Как положительные, так и отрицательные. То есть получается, если с младшего школьного возраста, то есть можно до 6 лет ребенком в плане осанки и не заниматься? У нас формируются изгибы окончательные. Как раз ближе к подростковому, ой, ближе к младшему школьному возрасту. Ближе к 6 годам. То есть получается до 6 лет как? Мы совершенно, ну потому что у нас в садике с детками занимаются, дома рекомендуется делать зарядку. Это же получается все влияет на, в том числе и на формирование правильной осанки? Или просто оценивать до 6 лет нет смысла? Вот эти вот понятия хотелось бы развести. Потому что мы сейчас скажем, что к 6 годам только формируются. И вот до 6 лет родители физкультурой и не будут заниматься. А хотелось бы, что занимались. Ну, решение физкультурно надо заниматься всегда, в любом возрасте, начиная даже с рождения. Что касается, вот до 6 лет, да, вы спрашиваете. Здесь у ребенка чаще всего встречается в таком возрасте вялая осанка. Это вот выражен изгиб в грудном отделе и выступает в живот. То есть слабые мышцы, как спины, так и брюшного пресса. И если, допустим, не заниматься ни плаванием, ни каким-то видом спорта, да, и к 7 годам такая осанка остается, то здесь уже непосредственно вплотную заняться ребенком и назначается комплекс упражнений. И комплексы лечения, не только комплексы упражнений, но и дополнительные методы лечения. То есть там уже придется исправлять, по сути, да? Корректировать, а не настраивать на правильный лад. А вот нарушение осанки можно ли увидеть самостоятельно? Или вот такие тонкости, которые заметны только врачу? Ну вот мама, если сейчас посмотрит, или я, например, встану сейчас перед зеркалом, могу ли я оценить, есть ли у меня нарушение осанки или нет? Ну, большие дефицит... В основном нарушение осанки, вот если что касается во фронтальной плоскости, это получается асимметрия над плечей, может быть. К ним особый момент – это отставание лопаток от грудной клетки. Это сутулые дети. Если мама замечает, или родители, дети сутулисты, это тоже уже признак нарушения осанки. Затем необходимо обращать внимание на то, как ребенок сидит. Также разновысокость у него над плечи, руки где находятся, или на столе, или они опущены. Затем также может способствовать нарушению осанки. Это часто дети делают, подкладывают ногу под ягодицы. Или нога на ногу. Не только дети, а еще и взрослые. Да, или нога на ногу сидят. Это все тоже неправильно. Это все тоже неправильно, да, что приведет к нарушению как раз. Оно приводит, или это уже дает сигнал спина, что когда-то неправильно сидели? Потому что, когда подкладывают себе ноги, это поиск, мне кажется, комфортного какого-то положения, чтобы мышцы, может быть, не болели. Вот именно в этом случае надо обратить внимание на то, что почему он так и делает ребенок. Это означает, что у него мышечный корсет не укреплен. Мышцы не держат позвоночник. Он быстро устает, боли в позвоночнике. Поэтому он пытается найти то положение, в котором будет ему удобно. Ну, в общем, я думаю, главная мысль из всего этого, чтобы вы, дорогие родители, обращали на то, как сидят ваши дети, внимание обязательно. У нас есть звонок. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, слушай. Я хочу сказать насчет твоей группы здоровья. Я вот два года назад ходила на группу здоровья, в одном из учреждений соцзащиты. И перед занятиями у нас проверяли, значит, пульс, проверяли давление, и не всем разрешали делать вот эти вот упражнения. А вы сейчас сказали, что можно делать всем и всегда. Так что вы на это ответите. А у вас тоже, получается, была лечебная физкультура, да? Да, 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 да. Была бы поздоровья, лечебная физкультура, да? Понятно. Спасибо большое. Ну, вот на самом деле, есть ли какие-то противопоказания? Или, может быть, в степени выполнения, или какие-то просто упражнения из комплексов убираются? Вот как? Ну, к противопоказаниям лечебной физкультуры относятся это острые состояния, то есть температура, острые респиратурные заболевания, или острые какие-то, если болевой эффект, острый, да? Это обострение хронических заболеваний, само самочувствие, если тяжело, самочувствие пациента. А вот что касается звонка, до занятия, у взрослых пациентов до занятия и после занятия, во время занятия измеряется давление, пульс, частота, дыхание, в зависимости от того, какой патологии пациент пришел. И на фоне этого оценивается уровень нагрузки, которая была оказана пациенту, и как он ее выполняет, хорошо или нет. Может быть, убрать надо что-то, может быть, надо усилить упражнениями. То есть по логике наша телезрительница, когда посещала эти занятия, должны были исключить какие-то упражнения, или, возможно, уменьшить нагрузки, но прям совсем отказывать не должны были, так? Вот если, ну, можно предположить, что пациентка посвящала группу здоровья, по заболеванию, наверное, гипертоническая болезнь, ну, или положением сердечно-сосудистой системы. Там имеется, если, допустим, идет до занятия, идет измерение высокого давления или высокий пульс, то при занятии это пульс и давление будет еще выше. Поэтому... Может повлиять на ухудшение... Может повлиять на ухудшение самочувствия, и мы отстраняем пациентов таких от занятия. А если просто, ну, с завидной регулярностью поднимается давление, как тогда без лечебной физкультуры совсем? Тогда назначается комплекс упражнений с минимальной нагрузкой и объясняется на приеме врача. Если пациентка пришла бы на прием к врачу лечебной физкультуры, то бы ей рассказались, какие минимальные упражнения можно делать дома. Да, в группе просто идет группа, там несколько пациентов, поэтому общий подход. Понятно. То есть отказали только из-за того, что вы в группе находитесь. Если бы попросили, мы бы вам сказали комплекс упражнений, который можно делать дома. Еще один вопрос на Секью пришел. Меня зовут Вероника. Моему сыну прописали посещать занятия по ЛФК. Как когда-то мне самой. В детстве мне поставили векито-сосудистую дистонию, выписали ходить на ЛФК, чтобы развивать шейный отдел позвоночника. Ходила на занятия, но делала под руководством врача какие угодно упражнения, но не на шею. В общем, мне не помогло. Вот сейчас сомневаюсь, тратите ли время, чтобы ходить на такие же занятия с сыном. Смысл в таких назначениях лечить шею, но как раз шею и не затрагивать. Заранее спасибо за ответ. Ну, на пациентах, которые приходят в группу лечебной физкультуры, им даются упражнения не только непосредственно на какого-то конкретного отдела, а упражнения направлены на укрепление мышечного корсета, как спины, брюшного пресса, на суставы. То есть дается комплекс упражнений, а не еще общие упражнения на опорный двигательный аппарат. Надо было... Я вот не знаю ситуацию точно, да, но при такой ситуации можно было назначить комплекс упражнений непосредственно для шейного отдела. Плюс общие упражнения. Лечебная гимнастика, она подразумевает собой не только специальные упражнения для какого-то конкретного отдела, а также в комплексе она идет с общими развивающими упражнениями. Что касается ребенка, можно предположить, что ему назначили лечебную физкультуру с нарушением осанки, да? Вот. И здесь главное – это упражнение на укрепление мышечного корсета, на создание активного мышечного корсета. То есть пациент сам формирует у себя мышечный корсет, да, тем самым укрепляет позвоночник. Стоит походить. Все отвечаем, что все-таки стоит. Мы сейчас приберемся на небольшую рекламную паузу, после мы продолжим разговор о нарушениях осанки, точнее того, как это можно избежать. Не переключайтесь. Продолжение следует...